Чёрт. Примечание. Рассказ написан в 1897 году в сборнике «Мифы жизни» входил в раздел «Украина». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни». Собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Ликантропический. Здесь похожий на волка. Ликантропия – психическое заболевание, при котором больной отождествляет себя с волком. Альбов – 1851-1911 годы, Баранцевич – 1851-1927, Стонюкович – 1843-1903, Потапенко – 1856-1929, Мамин Сибиряк – 1852-1912 годы, русские писатели, произведения которых были популярны у массового читателя в конце XIX – начале XX века. Декаденты-символисты имеются в виду символисты 90-х годов прошлого века, творчество которых было отмечено чертами декадентства, настроениями крайнего индивидуализма, неприятия жизни, нравственного релятивизма, мистицизма. Наскучив тьмами низких истин. Реминесценция стихотворения Пушкина «Герой» 1830 год. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Теософический. Теософия – религиозно-мистическое учение, ставящее целью выработку универсальной религии путем синтеза элементов различных религиозных верований. Спиритический. Спиритизм. Вера в возможность общения с духами умерших при помощи различных приемов и через посредства медиумов. Блаватская. 1831-1891 годы. Автор религиозно-мистических сочинений. В 1875 году основала в Нью-Йорке теософское общество, издавала теософские журналы. Пелодан Жозефен. 1859-1911 годы. Французский писатель и художественный критик. Называл себя Сар, вавилонский владыка, и претендовал на роль духовного вождя человечества. Проявлял интерес к восточной мистике и оккультизму, что нашло отражение в его творчестве. Автор многотомного сочинения «Амфитеатр мертвых наук» 1892-1911 годы. Росеттим Данте Габриэль. 1828-1882 годы. Английский художник и поэт. Один из основателей братства прерафаэлитов. 1848 год. Его творчество отмечено интересом к искусству Средневековья и Раннего Возрождения. Окрашено мистицизмом и спиритуализмом. Прерафаэлиты, английские художники и писатели второй половины XIX века, возрождавшие в своем творчестве наивную религиозность Средневекового и раннеренессансного искусства до Рафаэля, повлияли на развитие символизма и утверждения стиля модерн в изобразительном искусстве. Траппист, член монашеского ордена, предписывавшего строгие аскетические правила. Брокенский шабаш. По народным поверьям, на горе Брокен, близ Магдебурга, обитала нечистая сила, справлявшая там свои празднества. Пигмалион. Греческая мифология. Воятель, влюбленный в творение своих рук статую Галатеи и силой чувства, ожививший ее. Захер Мазох Леопольд фон. 1836-1895 годы. Австрийский писатель, автор романтических новелл, галицийские рассказы, еврейские рассказы и эротических романов, окрашенных патологическими мотивами. Отсюда термин «мазохизм». Француз Карл Эмиль. 1848-1904 годы. Немецкий писатель, разрабатывавший мистика, патологические мотивы. Сатана Байрона и Мильтона имеются в виду герои драмы Байрона Каин. 1821 годы. И поэмы Мильтона «Потерянный рай» 1667 годы. Фольварк. Небольшая усадьба, хутор. Униатские униаты. Последователи церковной унии 1596 год. Объединивший ряд православных церквей с католической церковью под властью Папы Римского. Андромеда, греческая мифология, красавица, предназначенная в жертву чудовищу и спасенная Персеем. Курьерский поезд мчал меня из Вены в Россию. Я взял путь на Краков, Львов и Волочиск. Сверхобыкновением пассажиров ехало немного. Я оставался в купе один до самого Прерау, где северная дорога императора Франца Иосифа сходится с линией на Прагу. В Прерау ко мне подсел попутчик. Лица его я не мог хорошо разглядеть. В вагоне стемнело. А когда в потолке купе вспыхнул белый полушар электрического фонаря, спутник мой уже вытянулся во всю свою длину на свободном диване и громко храпел, укрытый с головою куньей шубкою. По шубке это я решил, что мой дорожный компаньон — поляк из Галиции. Немцы и чехи таких не носят. В Прерау поляка провожала целая свита молодых людей, весьма почтительно обнаживших головы, когда поезд тронулся, значит, особо непростая. Под Краковом незнакомец проснулся и минут пять зевал так громко и широко, что я начал было серьезно опасаться за целость его челюстей. А тут еще навернулся в память старинный стишок на зеваку. «Во время он накид проглотил иону. Не тыль, не кита проглотил кита». Чтобы скрыть невольную улыбку, я прильнул лицом к окну и внимательно вглядывался в предрассветные сумерки, пока не привел себя в достаточно серьезное настроение. Оборачиваюсь, наконец, попутчик мой сидит, опершись по-кавалерийски, руками на колено и любопытно смотрит на меня яркими глазами. Необычайная острота его взгляда поразила меня. Незнакомцу было на вид лет сорок пять, пожалуй, даже слишком. Лицо, очень измятое жизнью, некрасивое и малосимпатичное, но запечатленное умом необыкновенным. В толпе вы заметили бы и выделили это лицо из десятков тысяч. Настолько характерны были выпуклости лба у висков и крепкий хищный рот с выдававшимися вперед челюстями. Незнакомец улыбнулся ни у кого раньше. Не видел я более зубатого рта, совсем волчья пасть, полная острыми рисами и клыками. Да и весь-то мой попутчик, когда оскалился в улыбку, походил на лобастого матерого волка, как изображен он Густавом Доре в иллюстрациях к сказкам Перро, когда облизывается на красную шапочку. За Краковым мы разговорились. «Где пан Едзе? Проши пана!» — начал ликонтропический спутник, учтиво наклоняя голову. Голос его был довольно мягок, но с хрипотцой, а манера говорить пристранная. Он точно лаял. «В Киев?» Попутчик мой тотчас же перешел с польского языка на русский или, вернее сказать, на русское наречие. Когда я не понимал, или он сам затруднялся найти подходящее к разговору слово, он переходил то на польский, то на немецкий язык. «Вы галичанин?» — спросил я. «Нет, я живу в Германии, но Галиция — моя родина, по крайней мере, нравственная, мой любимый край». Он опять оскалился, словно хотел проглотить свою излюбленную Галицию, и, замяв разговор о себе, принялся выспрашивать меня, очень быстро и очень тонко, с манерой ловкого и наблюдательного интервьюера. «Кто я такой? Чем занимаюсь? Выгодно ли литературное ремесло?» Он так и выразился. «В России? Какие газеты у нас в ходу? Кого из иностранных писателей больше переводят? И кто из литературной молодежи входит в моду?» Старую русскую литературю, кончая Тургеневым, он был знаком в совершенстве. О Чехове знал, хотя и не читал его. О Бальбове, Баранцевиче, Станюковиче, Потапинке, мамине Сибиряке и не слыхивал. От писателей разговор незаметно перескочил к литературным веяниям, к декадентам и символистам, а через них и к общему мистическому настроению последней четверти девятнадцатого века, который, наскучив тьмами низких истин, бросил в нас возвышающие обманы бредней теософических, спиритических, сатанических, родил Блаватскую и Пелодана. Выдвинул вперед Данте Росетти и прерафаэлитов. И воцарил над сливками парижского и лондонского общества. Здесь буддийского ламу, там вельзевула средневековых шабашей, тут бичующего себя четками трапписта. В России тогда эти веяния были еще внове, чуть зарождались. На Западе же фантастическая эпидемия свирепствовала уже широко и настойчиво. «Наклонность современного общества к необыкновенному», — сказал незнакомец, нагибаясь ко мне и светя мне прямо в глаза своими глазами-огоньками, при этом меня обдала тонкими английскими духами. «Наклонность к необыкновенному смущает многих. Друзья государственного прогресса, работники практической цивилизации, видят в европейской эпидемии супернатурализма зловещий призрак реакции, поворота чуть не к средним векам. Я, конечно, не решусь оспаривать реакционного характера всех этих учений и увлечений. Папство и полицейское государство всегда ехали на черте и на чуде, как на своих боевых конях, но я не придаю современному супернатурализму серьезного влиятельного значения. Двести лет реалистического мышления нельзя заслонить ни козлиным хвостом сатаны, с брокенского шабаша в первый раз по возобновлении немедными башками стибета. Просто мы немножко пересолили с реалистическую рассудочную последовательностью, устали, засохли, и так как человек, даже самый прозаический, всегда эстетик по натуре, ему захотелось, наконец, сверхъестественного дивертисмента. В наше время массы и личности, их составляющие, сделались удивительно похожими друг на друга. Прежде как-то было, что масса одно, личность другое, а теперь они одно и то же. Я говорю про их психологию, и вот сколько я не наблюдал отдельные экземпляры увлечения сверхъестественным, ни разу я не видал такого увлечения в чистом виде, без скептической примеси. Два века реалистической дисциплины сказываются, как видите. И, в общем, человек, пока не сошел с ума, гораздо легче разуверяется в необыкновенном, чем решается ему поверить. У меня близ Черновиц есть приятель, помещик, который под особо фантастическим настроением вообразил себя своего рода пигмалионом и готов был клясться, что его любит мраморная статуя, описывал даже свои свидания с нею. И статуя эта была вовсе не невинная и добродушная Галатея, но вампир какой-то. Он весь иссох во время этой дикой иллюзорной любви, стал кашлять кровью. И что же? Год тому назад встречаю его в Берлине. Здоров, как бык, женат на толстейшей немке, спорит о табачной монополии и ругает все необыкновенное, как прусский фельдфебель. Ха-ха-ха-ха! На эту тему есть, помнится, красивый рассказ у Захер Мазоха, заметил я. Мой собеседник внимательно взглянул на меня. Может быть, не помню. А у вас читают Захер Мазоха? Очень любят и его, и Эмиля Францоза. Кто вам больше нравится? Разумеется, Захер Мазох. Незнакомец одобрительно закивал головою. И мне тоже. У вас есть вкус. И мне тоже. Он задумался. Скажите, возобновил он разговор, не замечали вы, что у каждой необыкновенной истории есть непременно два оборота, как у медали? Так трагедия, так водовиль, так величаво, так глупо и пошло. Впрочем, улыбнулся он, иначе и быть не может. Таков и сам отец всей сверхъестественной лжи. Дьявол. То сатана Байрона и Мильтона, то смешной чертик уличного Петрушки. Вы любите истории с чертями. Как вам сказать? Равнодушен к ним. Я расскажу вам случай, где черт играл весьма трагическую роль и вел себя чертовски, хоть и горько поплатился за это. Место действия здесь, на невысоких галицийских холмах, между которыми несет нас поезд. Время? Лет сорок, много пятьдесят тому назад. Я мог бы представить вам живых свидетелей происшествия. Недалеко от Коломы есть фольварг Цехинец. В ту пору он принадлежал пану, ну, положим, хоть Весловскому, помещику, не из самых крупных, но с хорошим достатком и большим весом в округе. Жил и правил хозяйством Весловский по-старинному, настоящим польским патриархом-феодалом. Но человек был добрый, с холопами ладил, и даже роковой 1840 год, когда столько галицийских панов погибло под ножами и в пожарах народного восстания, Весловскому не отозвался лихом. Память его и до сих пор в почете и между поляками, и между русскими. Весловский давно уже вдовел. Жил он в своем фольварке вдвоем с дочерью Стефою, шестнадцатилетнюю красавице, пышную и дикую, как лесной шиповник. Панну Стефу только что посватали за молодого графа, скажем, к примеру, Стембровского. В горы верст за двести от цехинца. В один прекрасный полдень, знойные, мглистые, какие часто томят галичан в июле, когда курятся болота и выгорают подземными пожарами леса, Вовженец Клюга, сын Дьячка из уняцкого поселка под самым цехинцем, отправился в сад пана Весловского за очень привычным ему, но не совсем похвальным делом красть, яблоки. Вовженец Лаврентий. Примечание Амфитеатрова. Этот Вовженец был оригинальный мальчишка из поэтических уродцев, каких так любят описывать. Рассказчик усмехнулся, останавливая на мне со странной веселостью свои блестящие глаза. Так любят описывать, помянутые вами сейчас, за хермозох и францоз. Природа наградила Вовженца личиком ангела и телом дьяволенка, укоротив ему левую ногу против правой. Хромота повлекла за собою кривобокость, и мальчик вырос горбуном. Как все уродцы, если они не злы и не идиоты, он отличался редкую музыкальностью и был большой мечтатель, охотник считать звезды и улетать мыслями за три-девять земель в тридесятое царство. Что касается его умственных способностей, их размер, я думаю, достаточно определен уже тою подробностью, что ему было восемнадцать лет, а он лазал по чужим садам воровать яблоки с тем, чтобы в вечеру проигрывать их ребятишкам в бабки. Вовженец благополучно перебрался через каменную ограду сада пана Весловского с полным пренебрежением к битому стеклу на ее гребешке. На подошвах, коленках и ладонях у него была верблюжья кожа. Он облюбовал два дерева и раздумывал, за какое приняться раньше, когда его окликнул голос с неба. «Вот это хорошо!» Пан Вовженец Клюга изволит красть господские яблоки. Не заболела бы за то у мось пана потылиться. У Вовженца душа раздвоилась и ушла в пятки. Он закрыл глаза, чтобы не видеть, по крайней мере, света в ту страшную минуту, как садовник схватит его за шиворот и поволочет предгрозные очи самого пана Весловского. А там расправа короткая. Лозаны? Да какие! Но шиворот оставался свободным. Садовник не появлялся. Все было тихо. И Вовженец струсил еще больше. Он был готов думать, что голос раздался и впрямь с неба. Именно тот голос, о котором рассказывал ребятам в школе Ксенц Игнац. Будто он предостерегает людей, когда они замысят дурное дело о всевидящем оке. Вовженец со страха накинул себе на голову мешок, в два прыжка очутился у стены и перемахнул бы через нее, если бы его не остановил смех тоже с неба, но чересчур задорный, чтобы быть небесным. Он взглянул по направлению смеха и мигом успокоился. Его дразнило с ветвей старой густолиственной груши «Панна Стефа». Панны Стефы Вовженец ничуть не боялся, потому что она была девушка-озорница, скорее способная помочь ему ограбить отцовский сад, чем выдать вора. В глухом цехинце она росла, как трава, свободная, своевластная и буйная. Вовженец в ранние детские годы игрывал с нею, и она колотила его, как всех своих сверстников. Однажды на рожденье он принес в подарок одиннадцатилетней Стефе пару перепелов. Девочка спутала пташкам ножки, потом выколола булавкою глаза и смеялась, глядя, как слепые птички скачут на бум, бессильные найти друг друга. — А ты-таки трусишка, — сказала панна Стефа, когда вдовольно смеялась над Вовженцом. — Я было думал, что идет старый Януш, — оправдывался юный воришка. — А вы, панночка, дай вам бог здоровья, что там делаете на груши? — Учусь летать, — серьезно ответила панна Стефа. Вовженец разинул рот. — Хм, вот она какая штука. А зачем бы я летал на вашем месте? — Мне завидно твоей матери. Она сказывает, каждую субботу летает верхом на помеле на шабаш. Ничем нельзя было больнее уколоть Вовженца, как назвать мать его ведьмою, а она действительно знахарила и слыла хорошую лекаркую на весь околоток. Кумушки давно породнили бабу Эльжбету с сатаною, и самое уродство Вовженца странное на их взгляд, потому что и Эльжбета славилась в свое время писаную красавицею, и муж ее, дьячок Базыль, был молодец мужчина, приписывали тихомолком бесовскому вмешательству в семейный союз клюги. Вовженец сам немножко верил, что мать его не без греха по колдовской части. Он утешал себя только тем, что она, если и ведьма, то добрая, никак другие, и только лечит людей и скот, но никого не портит, не завязывает заломов на ржи, не выдаивает молока из чужих коров, не крадет ни росы слугов, ни младенцев из беременных женщин. Он ничего не ответил на насмешку панны Стефы, нацупился и глядел в землю. — Правда, что ты чертов сын? — продолжала безжалостная девушка, наслаждаясь смущением юноши. — Бог знает, что вы говорите, панночка, — с досадой отозвался Вовженец. — Ну как я могу быть чертовым сыном, когда я крещеный, вот и крест на шее? — Это ничего не значит. Хоть ты и крещеный, а отец у тебя все-таки не Базыль, а черт, и когда тебя крестили, он рассердился и так толкнул папа под руку, что тот уронил тебя на костельный пол. Оттого у тебя и ноги хромые, и горд на спине, и весь ты такой урод. У Вовженца стояли слезы в глазах. — Уж лучше я уйду, чем слышать эткое, — сказал он, забрасывая мешок за спину. — Разве я виноват, что родился калекую? — За что тут издеваться? Прощайте, панна Стефа. Счастливо вам оставаться на вашей груши. Куда ж ты бежишь? А яблоки, которые ты пришел воровать? — Пускай их пекельные бесы воруют. И отец твой с ними. Совсем обозленный Вовженец бросился к стене, но панна Стефа громко крикнула ему. Не с места, дрянь, стой, когда вилят. Не то я сейчас закричу, ловите вора. Распишут тебе спину. Она смягчила голос. — Больно не кстати обидчив, панева, Вовженец Клюга. Экая важность, что я пошутила и назвала тебя чертовым сыном, а мать твою ведьмою. Да хоть бы и в самом деле ведьма. — Хм, может быть, я и сама ведьма? — И хвост у вас есть? — язвительно спросил Вовженец, уже несколько примиренный с барышнею. Но все-таки мстя этим вопросом за свою обиду. Панна Стефа хладнокровно возразила. — Нет. Да я еще молода. А вось вырастет. Она захохотала, прибавив. — Ну, как же не ведьма? Вот видишь, летать учусь. — И скоро вы, панна Стефа, полетите? — А вот как ты отцепишь меня от груши, так я и полечу. И, видя, что Вовженец опять разинул рот, продолжалась сердитым взором и густым румянцем на щеках. Дурак! Слушаешь, развесив уши моей небылицы, а не догадаешься, зачем я сижу на груши, точно кукушка, альбо без закоханной в вербу? Без закоханной в вербу — местная пословица, примечание Амфитеатрова. — Меня пришпилила суком за платье. Я не могу двинуться, потому что боюсь располосовать целое полотнище. И занесла же меня нелегкая на дерево в новом платье только что из Львова. Помоги мне сойти. Вовженец вскарабкался на грушу и освободил новую Андромеду, так комически прикованную к сухому суку. Вдобавок к неловкости своего положения Андромеда была нагружена несколькими десятками спелых грушек-молгужаток и не смела отнять руки от фартука, чтобы не рассыпать плодов. Но соскакивая на землю, панна Стефа поскользнулась и едва не упала, груши дождем посыпались на траву. Стефа подумала, что это шутки вовженца, и вспыхнула. «Вот тебе за это!» — крикнула она и ударила горбуна по лицу. Вовженец и не думал уронить барышню. Получив ни за что, ни просто пощечину, он остолбенел, потом рассверепел. «Драться? Ладно же, коли так, ешьте ваши груши, ешьте ваши груши!» И он пустился скакать по рассыпанным плодам, втаптывая их в землю. Теперь он действительно походил на дьяволенка. Панна Стефа была рослая, могучая девушка с розовым лицом и с голубыми глазами, странно мутными, под поволокою. Но, опомнившись от первого изумления, она раскраснелась, как кумач. Поволока сплыла с ее глаз, и они засверкали, как звезды. «Ах, гаман, лойдак, поплатишься ты мне за это!» — крикнула она. Вовженец очень хорошо помнил по детским годам тяжесть рук панны Стефы. Поэтому, когда она кинулась на него, он, не рассуждая, бросился на утек. Стефа мчалась за ним, стараясь отрезать ему побег к стене. Тогда он повернул вглубь сада. Она долго не могла настичь вовженца и порою нагибалась, чтобы схватить с земли палое яблоко или кусок кирпича и швыряла их в спину горбуна. Раза три она попала метко, и вовженец вскрикивал от боли. Это рассмешило панну Стефу, и ярость ее унилась. Теперь она гналась за вовженцом, толкаемая уже не столько жаждуя отплатить за дерзость, сколько увлечением самой погони, разгулявшимся инстинктом борьбы. Панна Стефа бегала быстрее вовженца, но он был босиком, а она в тяжелых башмаках. Долго кружили они по саду. Наконец, вовженцу удалось проюркнуть к стене. Он думал перемахнуть ее одним скачком, но сорвался, и в то же мгновение панна Стефа набежала на него и схватила его за плечи. Теперь они стояли лицом к лицу, задыхающиеся, красные, потные, сердито-нахмуренные. — Пустите меня, я не дам себя бить! — прошептал вовженец, глядя прямо в глаза барышни. — Увидим! — тоже шепотом сказала панна Стефа и замахнулась. Он перехватил ее руку, и между ними, одинаково сильными, завязалась немая борьба, как между двумя злыми зверятами. Панна Стефа подставила вовженцу ногу. Он повалился, но вместе с собой уронил и ее. Они покатились по траве грудь к груди и глаза к глазам. Озлобление у обоих прошло. Оба казались друг другу странными. И странную самая борьба. Так непонятно приятная в мутном зное этого полдня, напитанного ароматами сырой земли, травы и созревших плодов. Прошло три дня. Вовженец ходил совсем шальной. До сих пор детский ум его внезапно просветился. Он чувствовал себя взрослым и несчастным. С тех пор, как панна Стефа вырвалась из его объятий и, закрыв лицо руками, убежала в густой вишенник, жизнь горбуна потеряла всякий смысл. Он не понимал себя и боялся людей. Боялся пана Весловского, боялся графа Стембровского, боялся и самой панны Стефы, которая, он был уверен, так оскорблена, что непременно погубит его. Три дня с утра до вечера он чувствовал себя то в петле, то под плетьми, то пан Весловский, привязав к дереву, к той самой проклятой груши, расстреливал его из ружья мелкую бекосиную дробью, то, грабя, Стембровский привязывал его к конскому хвосту, между тем, как Стефа хлопает в ладоши и злобно хохочет. И всех казней ему казалось еще мало для себя. Однако в фольварке все было спокойно. Мало-помалу успокоился Ива в женец. Проишедшее начало воображаться ему сном, таким страшным и опасным, что лучше бы о нем забыть. Но однажды, когда он, устав полоть гряды, спал у себя на огороде, его разбудила метко брошенная ему в голову картофелина. Оглянувшись, он увидал над плетнем розовое лицо Стефы с такими же ярко-звездистыми глазами, как тогда в саду. — Здравствуй! — сказала она. Он молчал. Сердце его заколотилось, сделалось трудно дышать, и он забоялся, что умрет на месте. — Что ж ты не приходишь больше в сад? — спросила Стефа. Он опять не ответил, и только не отрываясь, глядел на нее точно кролик, на гремучую змею. Стефа позвала. — Попади сюда. Когда вовженец приблизился, она, быстро осмотревшись, положила ему на плечи свои белые руки и прильнула к его губам медленным и крепким поцелуем. У вовженца пошла кругом голова, мир повернулся вверх дном перед глазами, и он потерял память, давно ли тянется и опьяняет его этот поцелуй. И вдруг он охнул от острой жгучей боли, Стефа оторвала свои губы от его глубоко укушенных губ. Струя крови бежала по его подбородку, две-три алые капли остались на ее губах. Она смотрела на вовженца торжествующим взглядом, властным и жестоким. Она видела, что он покорен ею, сломан, растоптан, что он раб ее на всю жизнь. Она сняла руки с его плеч, перешла от плетня через тропинку к чужому плетню соседскому, и, не глядя более на вовженца, ощипывала белорозовую повелику. И опять между ними не было сказано ни одного слова. Наконец она сухо приказала. — Ты проводишь меня в цехинец. С этого вечера жизнь вовженца и Стефы полетела вихрем в чаду потайных свиданий. Роман их не мог тянуться долго. В сентябре ожидали графа Стембровского, который облаживал свои кредитные делишки с жидами в Вене, и вслед за его приездом должна была состояться свадьба Стефы. Ни Стефа, ни вовженец не думали о том, чтобы противодействовать этой свадьбе, как для всего цехинца, так и для них она была делом роковым и неизменным, для всех желательным и решенным бесповоротно. Обгенахт. Решено, как говорят немцы. — Когда ты выйдешь за графа, я утоплюсь, — спокойно говорил вовженец. Стефа презрительно пожимала плечами. — Ну вот еще. Ты не веришь? — Нет, верю. Только это будет глупо. — Почему глупо? — Не стоит? — Ты думаешь? — Я думаю, что я не стала бы топиться, если бы ты женился. С какой же стати топиться тебе, когда я выйду замуж? Под угрозу короткого срока они наполняли свою любовь всем разнообразием, какое способно породить это чувство, всем счастьем и всеми муками страсти. Между ними происходили ужасные ссоры, кончавшиеся безумными объятиями, насмешки, брани, драка, которые разменивались на поцелуи. — За что ты меня полюбила? — спрашивал вовженец. Стефа презрительно отвечала. — За то, что дурак. А дуракам счастье. — Я вовсе не дурак, — обиделся вовженец. Стефа смирила его долгим любопытным взглядом. — Не дурак? — Тем хуже для тебя. — Но нет. Мне больше нравится быть умным. — Чем ты будешь умнее, тем больнее будет тебе, когда я тебя брошу. Желай лучше вовсе одуреть, пока я еще с тобою и могу помочь тебе потерять разум. Но в другой раз она сама сказала ему, лежа на его коленях, свою прекрасную головою. — Я люблю тебя за то, что я красавица, а ты зверь. За то, что ты нищий горбун, за то, что ты ходишь босиком, за то, что ты груб со мною, как хлоп со своей хлопкою. Я люблю тебя за то, что тебя не за что любить. А еще я люблю тебя за то, что если бы мой отец подозревал, что я с тобой здесь, на этом сеновале, он запер бы двери сюда, а он тем тяжелым замком и своею рукою зажег бы сарай со всех четырех углов. И вот бы когда, вот бы когда ты узнал, как я умею любить и целовать. Ты не пожалел бы жизни и умер бы счастливый. Глаза ее дико блестели. — Я люблю тебя за то, что унижаю себя, отдаваясь тебе, за то, что мы обкрадываем моего жениха, которого я заранее ненавижу. Зачем он на мне женится? И мне прочитают в костеле, что я должна его бояться. Как я буду смеяться его чванству и важности, когда буду вспоминать себя? Ха! Тот-то рога торчат у ясно-вельможного пана графа под его короною. У твоего отца черта не длиннее. Я люблю тебя за то, что я сумасшедшая, и часто сама не знаю, чего больше хочу целовать тебя или зарезать, чтобы текла кровь, много-много крови. И, ах, зачем ты в самом деле не чертов сын? Тогда я любила бы тебя еще больше. Стембровский приехал. Перед свадьбой, на последнем свидании с вовженцом, Стефа сухо и холодно приказала ему раз навсегда выкинуть ее из памяти, никогда не попадаться ей на глаза, и в особенности, боже, сохрани, когда-либо хоть намеком обмолвиться о прошлых их отношениях. — Я достану тебя везде всегда, — говорила она, стиснув свои острые белые зубы. И ты знаешь меня, знаешь и то, что я всегда добуду себе людей, которые за одну мою улыбку с радостью пойдут на эшафот. Я прикажу содрать с тебя живого кожу и сдерут. Вовженец, синий как мертвец, почти не слыхал ее угроз. Он бессмысленно повторял, — не беспокойтесь, панна Стефа, я знаю свое место, я знаю свое место. Когда панну Стефу обвенчали и борзые кони уносили молодых Стембровских из Цехинца в их далекий замок, вовженец, замешался в толпу челяди, собравшиеся во дворе фольварка. В воротах лошади чего-то испугались, и вышла сумятица, давка, и один человек попал под колеса. Этот человек был вовженец. Графиня Стефа сидела в карете, бледная как полотно, но даже не взглянула на раненого, когда его бесчувственного с разбитую головою и переломанными руками проносили мимо. Говорят, что битая посуда и гнилая верба живет два века. Как ни тяжело был изранен вовженец, он выжил. Лекарка мать его выходила, а затем он пропал из Цехинца, и след его простыл. Молодая графиня жила с мужем согласно. Семь месяцев спустя после свадьбы она оступилась и упала с невысокой лестницы как раз вовремя, чтобы вслед за тем преждевременно разрешиться от бремени мальчикам с заметно искривленным позвоночным хребтом. Доктора сказали, что ребенок жизнеспособен, но обещает быть хромым и горбатым. Граф был очень огорчен, графиня равнодушна. Новорожденного назвали Феликсом и пририсовали новый кружок к родословному древу. Граф Феликс Алоис Стембровский, Анно Домини, 1850, Анно Домини от Рождества Христова латынь. Затем в палаце графа совершились чудеса. В один весьма скверный апрельский вечер, холодный и дождливый, в детской, где спал маленький граф, надо было затопить камин. Пламя весело разгорелось и собрало к себе весь женский штат, приставленный к надежде родостям бровских няньку-мамку и двух поднянек-девчонок. Камин отпылал, тлели одни красные уголья, медленно покрываясь белую золою. Прислуга болтала. Вдруг одна из поднянек завизжала нечеловеческим голосом и вытаращенными глазами и трясущимися пальцем указала на камин. Из трубы медленно спускались чьи-то безобразные синие ноги. Ноги эти без боязни наступили на угли, и на глазах онемевшего от ужаса женского собрания из камина вылез черт. Не обращая внимания на баб, черт проковылял колыбели графчика. — Это мое, — сказал он осиплым голосом, взял с пеленатого ребенка в торбу, висевшую у него на шее, и исчез в трубе, как пришел, так и ушел. Мамка повалилась в обморок, нянька впала в истерику, из девчонок одна забилась в угол за шкафом и, будучи не в силах сказать хоть слово, тряслась всем телом, не попадая зубом на зуб. Другая, наоборот, металась по детской с отчаянным бестолковым криком. Прошло не менее четверти часа, прежде чем добились от них в чем дело. Графа, отца, как нарочно не было дома. Что касается графини, она казалась скорее разгневанную, чем изумленную. Прислуга смотрела на нее с ужасом и за спиной у госпожи открещивалась. Уродство графчика, появление черта и его властное «это мое» были приведены суеверную дворнюю в систему, и графиня Стефания, в общем мнении, равно и крестьян, и панов соседей, превратилась в злобную ведьму. О ней пошли те же сплетни, что о бабе Эльжбете, матери гримычного вовженца. Нечего говорить, что исчезнувшего в объятиях черта графчика принялись разыскивать, как только опомнились от возбуждения первой суматохи. Напрасно. Дьявол не оставил по себе ни одного следа. Приехал граф-отец. Он далеко не был вольнодумцем, верил в черта, как истинный католик, однако верил отвлеченно, то есть, что есть где-то он анафема на свете, с хвостом, рогами и копытами, и пакостит из-под тяжка добрым людям, но чтобы черт интерсона, собственной персоной латынь, мог явиться в замок его графа Стембровского и утащить его собственного графского ребенка, этому он решительно не поверил. Не поверил и тому, что жена его ведьма, и прикрикнул на добродушного старика Ксенза, когда тот вздумал было советовать ему попытать, твердо ли ясновельможная пани привержена к христианской вере. Бог знает, что вы мелите, отец. Не у вас ли она исповедуется каждую неделю? И не вы ли сами допускали ее до святых тайн? Коли она ведьма, так и вы колдун. Нет-нет, тут какие-то шашни, и я выведу их на свежую воду. Он сделал жене резкую сцену, но голубые глаза Стефы совсем помутились и оглупели под поволокою, когда граф накинулся на нее с требованием объяснений. Недоумело, слушая вопли и ругательства супруга, она только пожимала плечами, да повторяла «Я-то здесь при чем? Я-то что могу знать?» Граф почувствовал, что он смешон, и оставил графиню в покое. Кто хорошо и ищет, в конце концов свое находит. Граф напал на след черта. Кое-кто из холопов встретил в ночь, как пропал графчик Феликс, на большой дороге уродливую фигурку с ношью под армяком. Сведя несколько таких показаний вместе, граф определил направление, куда удалился черт, и энергично взялся за розыск. Рассказывать, как он искал черта, я вам не буду. Долго. Да и не в том суть, как он искал. Важно, что нашел. Нашел при избушке на курьих ножках, одиноко брошенной среди забытого смолокуренного майдана, каких многое множество в галицийских лесах, тогда почти девственных. Граф был один, с ружьем и собакою. Чутье пса и вывело его к лесной хижине, где поселился черт. Сквозь ветви граф отлично разглядел нечистого своим охотничьим глазом. То был горбунчик с запачканную рожью. Он в прихромку скакал перед избушкою, напевая лыковые лапотки, суконные покромочки. Он держал на руках и тетешкал ребенка. Граф признал шелковое одеяло своего сына. Взяв ружье на прицел, он двинулся на черта. Черт все еще пел свои лыковые лапотки, суконные покромочки. Но, заслышав шорох ветвей, обернулся и увидел графа. Он страшно выпучил глаза. Секунды две-три враги молча смотрели друг на друга, словно удивляясь один другому. Потом черт положил ребенка на траву и, подняв с земли ружье, тоже прицелился. Тогда граф выстрелил. Черт повалился на траву, пуля хлопнула его прямо в сердце. Граф подошел к убитому. Черты трупа показались ему знакомыми. «Где я видел этого мерзавца? И чем его обидел, что он вздумал красть моего сына?» Ломал он себе голову, пока на звук его рога не сошлись рассыпанные по лесу егеря. «Да это горбун вовженец, Клюга, из-под цихинца!» — воскликнул один из егерей, бывший с графом на его свадьбе в фольварке пана Весловского. «В самом деле это был он!» Взял найденного Феликса на руки, хотел его поцеловать, но вдруг страшно побледнел и, передав мальчика ближнему егерю, приказал с отвращением «возьми его, неси домой!» «У меня руки не тверды!» После этого он указал на труп. Всю дорогу, пока добрели до замка, у графа тряслась нижняя челюсть и ходили судорогую руки. Он вспомнил вовженца, вспомнил, как уродец ни с того ни с сего бросился под колеса его свадебной кареты, прикинул в уме преждевременное рождение Феликса, сравнил искривленное тельце ребенка с трупом убитого горбуна и понял необъяснимую охоту черта стащить младенца графчика. В замке он прежде всего снял со стены тяжелую казацкую нагайку и, не сказав никому ни одного слова, прошел к графине. Получасом позже он вышел из ее спальни багровый, шатаясь. Сорванным голосом приказал закладывать лошадей и ускакал в город к судье заявить о совершенном им убийстве вовженца. Графиню нашли в спальне едва живою. Графская нагайка превратила тело ее в сплошной синяк. Губы были расплющены в лепешку, левый глаз мотался мертвым студнем на щеке. Оскорбленный муж оказался в расправе своей настоящим татарином. Обвинять ли его за жестокость, не знаю. Кто поручится, что при подобных обстоятельствах мы с вами не поступили бы так же или даже еще хуже? По суду граф был оправдан, как убийца невольный. Признали, что он застрелил вовженца по необходимости, чтобы самому не погибнуть от разбойника, убитого с оружием в руках. Эпизод похищения чертом графского ребенка замяли во избежание громкого скандала. Теперь он был уже слишком объясним и прозрачен. Немедленно, по оправдании своем, граф развелся со Стефою, взяв на себя вину и обещаясь платить графине крупную ежегодную пенсию с тем, чтобы Стефа убиралась из Галиции навсегда и куда хочет, только подальше. Она переселилась в Русскую Польшу, в Варшаву и, говорят, пустилась там во все тяжкие. Вот вам самая сверхъестественная история из действительной жизни, какую я знаю. И не правда ли, что, несмотря на трагический конец, она все-таки похожа на водевиль с переодеванием? А что стало с Феликсом? Право, не знаю, кажется, умер и хорошо сделал. Нынешнего графа Стембровского зовут не Феликсом, но Альфредом. Поезд приближался к Львову. Попутчик мой ехал на Черновцы, и ему надо было ждать во Львове пассажирский поезд на свою линию. Любезно простясь со мною последним оскалом своих волчьих зубов, незнакомец не успел вылезти из купе, как уже попал в объятия каких-то молодых людей и удалился, сопровождаемый ими как король свитую. Кондуктор и железнодорожное начальство смотрели на эту встречу с почтительным любопытством. «Кто это такой?» — спросил я нашего оберкондуктора. «Он даже глаза на меня вытаращил. Как, сударь!» «Вы ехали в одном купе и не познакомились?» Это знаменитый писатель Леопольд Захер Мазох. «Казнь. Примечание». Рассказ написан в 1885 году. Включался в сборники «Случайные рассказы. Психопаты. Мифы жизни. Раздел Украина». Печатается по изданию «Амфитеатров. Мифы жизни». Собрание сочинений «Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10». Дальтонизм — врожденное нарушение зрения, при котором утрачивается способность различать некоторые цвета. Глава первая. Вечером 17 сентября 1870 года судебный следователь города У Валериан Антонович Лаврухин был в гостях у своего ближайшего соседа, доктора Арсеньева, справлявшего именины своей племянницы Веры Михайловны. Молодая жена Лаврухина Евгения Николаевна, чувствуя себя не совсем хорошо, осталась дома. В 10 часов она приняла бромистого кали и легла в постель, приказав горничной наведаться в спальню часам к 12 и, в случае, если бы Евгения Николаевна уже заснула, потушить лампу. До назначенного срока горничная сидела в людской, играя в карты с кухаркой и дворником. Кроме их троих, барыни, доспавшего на кухонной печи вестового, в доме никого не было. В полночь горничная отправилась взглянуть на больную. К своему ужасу она увидела окно спальни, раскрытым настежь, а пол, испещрен чьими-то темными следами, бросились к барыне и нашли ее всю в крови и уже холодную. Поднялся шум, явилась полиция. Следствие по этому делу дало такие результаты. Лаврухина была зарезана тремя, безусловно, смертельными ударами колющего орудия в горло, живот и левый пах. Ссадин, царапин и боевых знаков на теле не оказалось, а спокойное выражение лица умершей и положение трупа давали основание думать, что убийца подкрался к своей жертве во время сна и поразил ее внезапно. Из ушей покойной были вынуты серьги, с пальцев сняты кольца, с ночного столика пропал драгоценный складень. Благословение матери Евгения Николаевны. Спальня помещалась во втором этаже и выходила своим единственным широким венецианским окном в сад. От окна спускалась вниз железная пожарная лестница, ее ступени и подоконник были в нескольких местах запачканы кровью. У окна не было задвижки, только утром, в день убийства, в него вставили новое стекло, вместо разбитого накануне самим барином. От лестницы следы, такие же, как в комнате убийства, вели к забору, отделявшему Лаврухинский сад от обширного пустыря, круто спускавшегося к реке Тве. Здесь следы исчезали. В убийстве был заподозрен стекольщик Вавила Тимофеев, горький пьяница, истый бич города, полный бездомник. Против него говорили весьма веские улики. В одной из клумб Лаврухинского цветника нашлась отлично отточенная окровавленная стамеска. Своими размерами она пришлась как раз по ранам Евгении Николаевны. Стамеска принадлежала Вавиле. Утром перед убийством Вавила вставлял стекло в окно спальни и сильно побронился с Лаврухиной из-за платы. Вечером его видели мертвецки пьяного, бродящим по пустырю вдоль садового забора. Наконец, в дополнение всего, Вавила в ночь на 18 сентября скрылся из У. Недели спустя его арестовали в соседнем уезде по доносу трактирщика, которому он предложил в залог похищенные вещи. Сапоги Вавилы аккуратно подошли к следам убийцы. Несмотря на столь очевидную виновность, преступник упорно запирался и рассказывал в свое оправдание, будто он действительно 17 сентября был сильно выпимши и не помнит, где заснул. На другой день очнулся на берегу по ту сторону Твы, рядом с собой нашел свои сапоги, а у себя за пазухой драгоценные вещи. Очень испугался, что его за такую находку засудят и бросился в бега. Кто подложил ему вещи и как он попал на другой берег Твы, ему неизвестно. Понятно, что суд не удовлетворился таким нелепым лганьем, и Вавила пошел на каторгу. Смерть горячо любимой жены едва не убила Лаврухина, он потерял рассудок и, помещенный в лечебницу душевно больных, провел около года в самой мрачной меланхолии. Потом он поправился, пришел в память, оставил больницу, начал гулять, бывать в обществе, ходить в гости и особенно часто к Арсеньевым. В У заговорили, что Лаврухин женится на вере Арсеньевой, и скоро слухи оправдались. Молодые супруги зажили отлично, замечали только, что Лаврухин как будто опять начал хандрить, находится в большом подчинении своей жены и, пожалуй, даже побаивается ее. Так прошел еще год. Память смерти Евгении Николаевны, как уже сказано, совпадала с днем ангела Веры Михайловны. 17 сентября у Лаврухина было много гостей. Хозяин весь вечер казался очень не в духе и довольно неудачно притворялся веселым. Вера Михайловна делала приготовление по хозяйству и, наконец, пригласила гостей закусить. За ужином она обратилась к мужу с каким-то вопросом, и тогда произошло нечто неожиданное и ужасное. Едва несчастная женщина произнесла Валя, Лаврухин как тигр вскочил с места с пеной у рта и с ножом в руке, которым только что резал ростбив, бросился на жену. Безумно восхватили, но уж слишком поздно. Вера Михайловна упала на пол бездыханною. «Что вы сделали, несчастный?» — в отчаянии спросил убийцу Арсеньев. «Теперь она не будет больше сводить меня с ума», — отвечал Лаврухин и лишился чувства. Через три недели он умер в больнице, ни разу не приходя в себя. Буйные припадки следовали один за другим. По смерти Лаврухина между его бумагами были найдены записки, где он рассказал странную историю своей жизни. Вот что он писал. Глава вторая. «Я получил назначение в У семь лет тому назад. Тогда я только что женился на Евгении Николаевне Рогаткиной. Моя первая жена была, как все помнят, маленьким совершенством, хороша собой, добра, как ангел, неглупа, прекрасно воспитана и с порядочным состоянием. Она меня обожала. Мне казалось, что и я ее люблю. Вскоре моя страсть остыла, но мне было совестно показать охлаждение женщине, достойной вечного и непрерывного поклонения, и я стал играть роль нежного супруга, каким еще недавно был на самом деле. Порою мне удавалось заигрываться до того, что я сам себя обманывал и снова верил в действительность уже несуществующей любви. Но гораздо чаще ложь моих отношений к жене уязвляла меня горьким стыдом. Тем не менее, показать себя в настоящем свете у меня никогда не хватало духа, и целые четыре года я громоздил пред Евгенией обман на обман в словах, чувствах, поступках. Стыд своей трусости тяжело отзывался на мне, и из человека полного жизненных сил и более или менее довольного судьбою я сделался мрачным, унылым брюзгой. Презирая себя за слабоволие, я все надеялся, что авось как-нибудь, если уж я сам безвластен над собою, так хоть счастливый случай переменит и направит мой скучный быт по новому руслу. В это время к доктору Арсеньеву приехала на житье его племянница Вера Михайловна, отслужившая срок пепеньерка одного из провинциальных институтов. Эта оригинальная девушка, не особенно красивая, с холодными руками и тусклым взором, произвела на меня весьма смутное впечатление. Я сразу ощутил тоскливое предчувствие, что она не пройдет бесследной тенью в моей жизни. В душе моей шевельнулась безотчетная боязнь ее, и, несмотря на то, меня все-таки потянуло к ней. Покойной жене моей Вера Михайловна была глубоко антипотична. Ее мертвенная бледность, ее странный взгляд, ее холодные руки почти пугали Евгению. А когда однажды обе женщины разговорились наедине, то Вера, оставив обычную молчаливость, высказала столько цинизма в своих убеждениях, столько сухого бессердечия и безверия, что Евгения совсем растерялась и искренне пожалела об институте, где Арсеньева была надзирательницей. Я лично, справясь с первым впечатлением, заинтересовался Верою как новым лицом, как умную и развитою, совсем не похожую на барышень уездного городишка девушкой. Потом я начал находить, что она далеко не дурна собою и очень изящна, и кончил тем, что влюбился в нее. Не знаю, угадывала ли Вера мои чувства, в ее загадочных глазах никогда нельзя было ничего прочитать. Она не кокетничала со мною, но и не избегала меня. Я, стыдясь своего увлечения, никогда не говорил с ней о любви. Однажды в июле жены не было дома, я лежал в своем кабинете на кушетке, закинув руки за голову и думал о скуке своей жизни и о Вере. Легкий шорох в гостиной заставил меня подняться, и, отворив дверь, я увидал ту, о которой только что мечтал. — Вы обещали мне, — сказала Вера своим ровным, тихим голосом, — вы обещали мне позволить разобраться в старых портретах. Их у вас, вы говорили, много валяется где-то. У меня выдалось свободное время, вот я и пришла. Портреты были сложены на чердаке, и мы с Верой взобрались туда. День был жаркий и знойный, под раскаленной крышей было душно. Вера внимательно вглядывалась в пыльные полотна, по-видимому, совсем не замечая волнения овладевшего мною, едва мы остались вдвоем. А оно все росло, росло, и вдруг безумное влечение к этой женщине, как пламя, охватило всего меня, и я владел ею насильно. Когда затем Вера взглянула в мои глаза, я задрожал. Я увидел белое, как полотно, лицо, синие искривленные губы, широкие черные глаза с нестерпимым враждебным блеском. Ни стыда, ни страха, ни отчаяния, одна злоба и даже негневная, но холодная, свирепая злоба легла на ее черты. Мне стало страшно. Вера приблизилась ко мне и, не отрывая от меня своего ненавистного взора, сказала внятным и грозным шепотом «Теперь ты женишься на мне или ты пропал». Потом отвернулась и спокойно начала спускаться по лестнице. Когда я, опомнившись, собрался последовать за нею, она уже оставила мой дом. Глава третья Раньше я был неискренним, но честным человеком, и первое преступление легло тяжелым камнем мне на душу. Я не смел поднять глаз на жену, стыдился видеть себя в зеркале. Позор сознания, что я, представитель правосудия, счастливый семьянин, развитой человек, оказался способным на гнусный зверский поступок, заедал мое существование, и позор был тем более велик, что меня сильнее, чем когда-либо тянуло к вере. Единственным возможным оправданием была для меня упорная мысль. Должно быть, я действительно горячо люблю, если не мог справиться со своей страстью. Грозное лицо, дикие слова веры стояли в моей памяти, и мучительное любопытство, какого мужчина не может не почувствовать к женщине, заставившей бояться ее, влекло меня посмотреть на странную девушку и разгадать ее. Странное дело. Я не помню, я не умею вспомнить, была ли она девушкою, когда я ее там на чердаке взял. И тогда не мог вспомнить. Иногда мне казалось да, иногда нет, но стыдно, мучительно стыдно было одинаково всегда. Стыдно и страстно. Мы увиделись, и судьба моя была решена, я стал рабом веры и весь ушел в идею обладать ею на всю жизнь, назвать ее своей женою. Между мною и верою стояла Евгения. В один темный вечер, когда в беседку Арсеньевского сада приют наших свиданий, теплый южный ветер дышал благоуханиями цветника, когда с черного неба смотрели на нас большие звезды, я, задыхаясь от страсти между двумя поцелуями, ответил любовнице согласием на страшный приказ убить жену. С тех пор я жил словно в полусне, будто пьяный. Мой подавленный ум сроднился с идеей необходимости убить. Не понимаю, как я удержался от простого грубого нападения на жену, как мог зародиться и вызреть в моей голове дьявольский тонкий план, которым я отправил на каторгу невинного человека, сам оставшись вне всяких подозрений. Я действовал как бы под внушением. О, Боже мой! Если б я мог забыть эти безумные ночи в Арсеньевском саду, робкий свет сквозь шумящую листву тополей, бледное женское лицо с сверкающими глазами, цепкие руки на моих плечах и тихий ровный голос, нашептывающий мне кровные слова. В ночь на 17 сентября я хотел освежить свою душную спальню. Встал с постели, попробовал отворить окно, и вдруг, будто нечаянным движением локтя, выбил стекло в раме. Утром жена проснулась с легким хрипотцом и уже заранее решила, что не пойдет на вечер к Арсеньевым. Пришел стекольщик Вавила и поправил раму. Он запросил лишнее, и жена с ним побронилась. «Избавь меня от шума!» сказал я. «Заплати ему, сколько он просит». Евгения повиновалась, но, отдавая деньги, не утерпела, чтобы не обозвать Вавилу мошенником и вором. Стекольщик ушел ворча и очень недовольный. Вавила был давно указан мне верою, как человек пригодный, чтобы свалить на него подозрения. Помимо своей отвратительной репутации, он был драгоценен для меня еще и вот чем. Каждый вечер он напивался до бесчувствия и принимался буянить в своем доме. Дело обыкновенно кончалось тем, что жена Вавилы сзывала соседей и выталкивала мужа из хаты на улицу, после чего стекольщик, покричав и поругавшись малую Талику, отправлялся спать всегда в одно и то же место на пустырь под забор нашего сада. Оставив жену дома, я посоветовал ей лечь в постель. Я был совершенно спокоен, хотя знал, что вернусь домой лишь за тем, чтобы убить Евгению. Видите ли, у меня чересчур много совестливости, но я не знаю, не вовсе ли умерла во мне совесть. Я из тех, кто лжет, притворяется, насилует свою натуру, лишь бы не нанести постороннему человеку явного хотя бы маленького нравственного укола, чтобы потом не слышать упреков за это. Но во имя своего личного спокойствия или удовлетворения господствующей страсти легко решается на тайное преступление над ближайшим другом. Я нервен. С измольства я боялся одиночества, потемок, крови. Годы и судебная практика закалили меня, но и ожесточили. Я присмотрелся ко всяким страхам и научился дешево ценить человеческую жизнь, слабую искру, погасающую от первой несчастной случайности. В самом преступлении я боялся одного, что застану Евгению еще не спящей и тогда не посмею напасть на нее. Евгения должна была умереть, не ведая, что я негодяй, продолжая верить в меня, как при жизни. Один взгляд разочарования в ее честных глазах и моя рука не поднялась бы на нее, я почувствовал бы себя ее рабом. Глава четвертая Я окончил Робер за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах было жарко, темный осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно, Вера предложила гостям прогуляться немного, сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей компании, под руку с Верой, она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы. Здесь, у купальни, качался на волнах маленький ялик, забава Веры. Я почувствовал легкий толчок, сердце мое забилось, Вера дала мне сигнал действовать. Я нарочно споткнулся. — Какой вы неловкий, Валериан Антонович, досадливо заметила Вера. С вами невозможно идти. Мсье Динашев, дайте мне вашу руку. Я понемногу отстал. Вот они повернули внутрь сада, к цветнику, и исчезли за кустами. Я быстро сел в ялик и оттолкнул его от купальни. Преступление началось. Теперь у меня не было ни сомнения, ни боязни. Лишь бы скорее, скорее, скорее. В два взмаха весел я достиг своего пустыря. Было очень темно, но я не сделал и десяти шагов, как наткнулся на храпевшего Вавилу. Пьяница спал, как убитый. Я снял с него сапоги, переобулся и разделся, оставив на себе одну фуфайку. Затем поднял бесчувственного Вавилу за плечи и перетащил его в ялик, где и оставил вместе со своей одеждой. Проникнуть незаметно в свой дом мне ничего не стоило. Вспомните пожарную лестницу и отвинченную задвижку венецианского окна. Евгения приняла на ночь бромистой кали. Я сам советовал ей это. На ее здоровую, непривычную к лекарствам натуру бром подействовал сильно. Отворяя окно, я немного нашумел, но Евгения и не пошевельнулась. Тогда я подкрался к кровати. Я недаром изучал когда-то судебную медицину и присутствовал при десятках вскрытий. Евгения умерла моментально, без мучений. От сна она прямо перешла в объятие смерти. Я стоял над ее телом, пока не убедился, что она мертва. Потом я забрал ценные вещи с ночного столика, снял с покойницы серьги и кольца и вылез обратно в окно. Орудие, убийство, стамеску я по дороге бросил в цветник. Вследствие напрасно сочло эту стамеску собственностью Вавилы. Я получил ее, блестящую и наточенную, как бритва, за два часа перед тем из рук Веры. А где достала ее Вера, не знаю. Вавилу я перевез на другой берег Твы, рассказ его на суде совершенно правдив. Проходя по Арсеньевскому саду, я зажег спичку и посмотрел на часы. Все мое отсутствие продолжалось сорок минут. Я направился в кабинет Арсеньева к винтерам. Зеркало в передней показало мне, что я, несмотря на спех и темноту, оделся как следует. — Нагулялись? — спросил меня хозяин. — Да, — ответил я беззаботно. — Сыро, знаете. Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизм. Сабуров вышел из игры, и я сел за него. Играл я отлично, не хуже, чем всегда, а между тем делал ходы совсем машинально. Скоро ли откроется? Скоро ли прибегут из дома с известием об убийстве? Вошла Вера. На ее вопросительный взгляд я чуть скивнул головой. Она равнодушно отвернулась. Почему-то меня покоробило ее хладнокровие. Я рассердился, и вдруг во мне что-то словно сорвалось с места, всколыхнулось и задрожало. Мои колени невольно застучали одно, а другое, а карты заплясали в руках. Могучим напряжением воли я сдержал этот нервный припадок. Тогда он принял другую форму. Истерическое удушье клубком поднялось от диафрагмы к горлу, и я, едва дыша, чувствовал, что если не проглочу этого клубка, то он меня задушит, а чтобы проглотить его, я непременно должен сперва заплакать. Наконец зашумела соседняя комната, двери наполнились бледными лицами, в искажениях страха и любопытства убийство обнаружилось. Опрометью добежав домой, я упал на тело своей жертвы в непритворном обмороке. Глава пятая. Рассказывать свою жизнь в лечебнице я не буду. Я не жалел Евгении и не страдал муками совести. Я не верю в бессмертие, а раз его нет, так чего же стоит жизнь? Что ужасного в ее потере? И самоубийство не страшно, и убийство не жестокое дело, не преступление. Свои больничные дни я проводил лежа на кровати и устремив глаза на медный отдушник печки. Меня занимало, как под моим пристальным наблюдением он мало-помалу расплывался в большое светлое пятно, и на фоне его я видел разные странные фигуры, лица знакомых, а чаще всего веру. Сторожа утверждали, будто я часто разговаривал сам с собою, но я не замечал этого. Вообще не решусь сказать, был ли я вполне нормальным умственно в то время. Скорее, нет. Уж слишком апатично жилось мне и думалось в лечебнице. Сколько помню, я тогда с удовольствием сосредоточивался лишь на двух мыслях, что мне надо притворяться сумасшедшим и что скоро женюсь на вере. Арсеньевы изредка навещали меня. Наконец, я выздоровел, женился. Тут-то и ждало меня возмездие. В день свадьбы я был сильно взволнован, у меня как-то особенно болела голова, боль вроде мигрени, шла от затылка двумя ветвями к вискам, и все летали мушки перед глазами. Помню также, что в тот день я несколько раз ошибался в распознавании цветов, хотя раньше никогда не страдал дальтонизмом. Под венцом я совсем больной и расстроенный, едва крепился, чтобы выдержать церемонию до конца прилично, с достоинством. Священник предложил нам поцеловаться. Я взглянул на веру, и кровь застыла в моих жилах, голова закружилась, я чуть не закричал от испуга, едва устоял на ногах, из-под венчального вуаля на меня смотрела неверочкино лицо. Предо мной стояла Евгения. Она выглядела здоровой, румяной, кроткой, веселой, как при жизни. Она улыбалась, и это лицо я должен был поцеловать. Я осознавал, что брежу, галлюцинирую, но какая страшная галлюцинация. Призвав на помощь всю силу духа, я быстро дотронулся до своего левого глаза. Давление на сетчатку, лучшее средство прогнать обманы зрения. Видение исчезло. Я снова узнал Веру. Она смотрела на меня с выражением изумления и беспокойства. Так изменился я в лице. Когда я рассказал Вере, что случилось со мной, она расхохоталась. Эта женщина никогда ничего не боится, ничем не волнуется и над всем смеется. Прошло несколько дней. Мне стало лучше, голова меньше болело, настроение было спокойнее. Вдруг в один вечер, когда мы с Верой сели за ужин, галлюцинация повторилась с прежней отвратительной и беспощадной ясностью. Я оттолкнул тарелку и встал из-за стола, задрожав, как лист. Вера догадалась. «Тебе опять причудилось?» спросила она со своим обычным сухим смехом, но и слова ее, и глумливый тон, вместо того, чтобы ободрить, привели меня в еще больший страх. Я слышал голос Веры, а продолжал видеть Евгению. Так длилось несколько секунд. С того вечера приговор моей жалкой участи был определен. Галлюцинация посещала меня все чаще и чаще. Вера по нескольку раз на день превращалась для меня в Евгению. Просыпаясь ночью, я то и дело узнавал рядом с собой на подушке голову своей погибшей жертвы. Не выносил этого зрелища и будил Веру, а она злилась, что я не даю ей спать, и ругала меня сумасшедшим. Ни хлорал гидрат, ни морфий не помогали мне. Я принужден был бояться присутствия своей жены. Заслышав ее шаги, я всякий раз с невольной дрожью думал, а вдруг она сейчас войдет и снова повторится проклятое видение. И мои опасения почти всегда оправдывались. Я стал дичиться Веры, запираться от нее, но ведь мы, муж и жена, у нас не проходит часа безневольной встречи, а встречаться так жутко, так нестерпимо. Расстаться бы, разлучиться совсем, так воли нет. Я люблю Веру, да и не пустит она меня от себя, и кто мне поручится, что в другом месте другая женщина не сделается для меня предметом такой же, а может быть, и еще худшей галлюцинации. Мозг мой поражен и не способен на правильные отправления. я слишком много видел чужого безумия, чтобы притворяться теперь, будто не сознаю своего. И если оставить веру, за что же тогда погибла Евгения? Я человеческую жизнь отдал за право владеть ею, и скорее погибну, чем уступлю взятую сбою, омытую кровью добычу. Но как утомили и ожесточили мой бедный ум эта жизнь под вечным страхом, эта постоянная пытка зрения, эти бесконечные сомнения. Что делать, как быть, как жить дальше? Я преступен, я злодей, но казнь моя выше меры, и я проклинаю мстительный призрак моего воображения. Когда он является ко мне, я ненавижу его, и вопреки своему страху готов броситься на него и истерзать его образ, как он сам терзает мою душу, и только убеждение, что я болен, что меня пугает ложная мечта, чтобы доболочкой призрака скрыта моя любимая вера, только это убеждение, еще присущее моей отуманенной мысли, сдерживает меня, и я в бессильной злобе кусаю себе руки, но молчу и терплю. Но что, если все это так и продолжится? Если мой ум еще больше ослабнет под тяжестью ежедневных грозных впечатлений, если последнее спасительное убеждение погаснет, мне страшно, я не хочу, а голова все болит и болит, день ото дня все сильнее, резче, назойливее, и черные мысли стучатся в нее громко, самоуверенно, как полновластные хозяева, и откуда взялись они, мои злые мысли? Неужели они голос совести, пробудившийся от долгой спячки, если да? Почему же я один изнемогаю под бременем ее проклятие, отчего вера спокойно спит, сладко ест и пьет, а я сам не свой, мыкаюсь по свету, как каин, отвергнутый богом, а ведь она больше виновата, чем я, она была злою волей моего преступления, я только орудием, жена идет, я слышу шелест ее платья, вот в моем настольном зеркале отразилась ее фигура, опять, Евгения, опять, боже мой, да когда же и чем кончится этот ужас?